В эфире новости Дагестан, в студии Лариана Шемхалаева. Здравствуйте! В начале коротко о том, что для вас подготовили я и мои коллеги. Мы не покупаем, а выделяем субсидии на проезд. Мэрия Махачкалы разъяснила ситуацию с приобретением новых пассажирских автобусов в эксклюзивном интервью для ННТ. Механизаторы еще в престиже. О конкурсе «Лучший пахарь-2023», который прошел в Буйнакске, расскажем через несколько минут. Необычный досмотр. Сотрудники ГИБДД и представители благотворительного фонда «Инсан» провели совместную акцию на дорогах столицы. Чемпиону предстоит тяжелая операция. Борец Абдурашид Садулаев госпитализирован в одну из московских клиник. Подробности в спортивном блоке. Неоднозначную реакцию в соцсетях вызвала новость о приобретении мэрии Махачкалы 47 новых автобусов большой вместимости, которые появятся на маршрутных линиях столицы до конца года. Некоторые интернет-ресурсы поспешили с выводами о том, что деньги на закупку пассажирского транспорта выделяются муниципалитетам. Однако ответственные работники администрации опровергли эту информацию, заявив о том, что город будет только субсидировать цену на проезд, а закупкой транспорта будут заниматься компании, которые прошли соответствующие конкурсные процедуры. Конкурсы проведены, перевозчик-победители определены. Эти победители получили право участвовать в этом национальном проекте, заключить договор с компанией АО ГТЛК, государственной транспортной лизинговой компании, и закупить автобусы по сниженным ставкам лизинга на определенный срок. То есть очень хороший лизинговый кредит. Администрация города нашла финансовые средства и объявила конкурс на перевод на регулирование трех маршрутов, на которых цена будет снижена от 40 рублей, которая является экономически обоснованной, и проезд будет стоять 20 рублей. Стоимость данных бюджетных средств составила 182 миллиона в год на три маршрута. Как пояснили в мэрии Махачкалы, новый транспорт будет работать на газомоторном топливе. Он оборудован кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС и информационными ТАБЛО. Известные направления, на которых цена проезда составит 20 рублей. Это маршруты 44А, 64 и 65. В Махачкале прошли совместные командно-штабные учения МЧС и городских экстренных служб. По легенде, на отдельных участках микрорайона редукторной произошли обрывы и повреждения на линиях электропередач. В зону отключения попали несколько многоквартирных и частных домовладений и ряд социальных объектов. В ликвидации ЧАЭС были задействованы около 100 человек и 27 единиц спецтехники. Целями данных учений являются совершенствование практических навыков руководящего состава, проверка готовности системы управления связи и оповещения, совершенствование способов защиты людей в оказавшись в сложной ситуации. Организация взаимодействия с органами управления и силами различных структур и организаций. Другой, не менее приятный сюрприз ожидал участников тренировок на подстанции «Приморская». Здесь в результате обильных осадков произошло подтопление, а затем возгорание силовых агрегатов. Силами пожарного расчета огонь был локализован, спасатели оперативно эвакуировали пострадавших, а карета скорой помощи в сопровождении наряда полиции доставила их в лечебное учреждение. В Махачкале завершается ремонт дворовой территории по улице Юсупа Акаева, 9-11. Асфальтирована площадка, установлено несколько детских игровых с безопасным покрытием, также налажено уличное освещение. Кроме того, во дворе появились красивые беседки, завершается монтаж плиточного покрытия. Напомним, такие мероприятия проводятся в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Данная же территория была включена в проект после того, как жители в рамках прямой линии обратились с данной просьбой к главе Дагестана Сергею Меликову. Пахать и сеять в Дагестане еще не разучились. Минсельхоз региона старается всячески популяризировать данные направления сельского хозяйства. Так, на территории профильного колледжа города Буйнакска состоялся республиканский конкурс механизаторов «Лучший пахарь Дагестана-2023». Мастерство трактористов жюри оценивало по качеству и скорости обработки почвы. В итоге из большого количества участников до финала дошли только лучшие. Первое место занял местный механизатор Сайпулага Джебеков. Победители и призеры также получили денежные призы, ценные подарки и почетные грамоты Министерства сельского хозяйства республики. Нам сегодня важно и нужно, чтобы молодежь шла в сельское хозяйство. И это базовое звено, механизаторский уровень. Два сельскохозяйственных колледжа сегодня переданы в ведение Министерства сельского хозяйства. Конкурс проводится на базе Буйнакского сельскохозяйственного колледжа. И мы сегодня видим, молодежь настроена работать на земле, молодежь получает хорошее образование и выявит их. Посмотрите, с каким азартом и взрослые, и молодые хотят сказать, я лучший. 20-я юбилейная спартакиада медицинских работников прошла в Махачкале. 12 команд из районов и городов республики состязались в различных видах спорта. В течение двух дней определились сильнейшие представители во всех категориях. За соревнованиями следила и наша съемочная группа. Вот так ярко и празднично было организовано официальное открытие юбилейной республиканской спартакиады медицинских работников. На народном стадионе труд собрались представители лечебных учреждений городов и районов региона. Организаторами мероприятия выступил Минздрав Республики вместе с Комитетом профсоюза медработников и Министерством по физической культуре и спорту. Медицинские работники, руководители медицинских организаций, аппарат Министерства здравоохранения приняли участие в зарядке, которую нам провел олимпийский чемпион Гайдербек Гайдербеков. Большое ему спасибо. Хочу поблагодарить Министерство спорта за активную поддержку в проведении нашей спартакиада. Они всегда рядом с нами. Ну и вы сами видели, какой задор был у медицинских работников, у руководителей. Участники спартакиада выступали в таких дисциплинах, как бег, настольный теннис, шахматы, шашки, а также различные командные виды спорта. Наши соревнования являются одной из форм пропаганды здорового образа жизни, укрепления физического здоровья человека. Спорт – это не только высокие достижения и рекорды, но и прекрасная возможность проявить свой потенциал и двигаться вперед. Я убеждена, что нынешняя спартакиада будет организована на самом высоком уровне и станет праздником воли и силы. Желаю всем удачных стартов и достойной победы. Награждение по итогам соревнований прошло в торжественной обстановке. Слова благодарности звучали в адрес организаторов и участников. В общекомандном зачете победила команда «Махачкалы». Второе место за коллективом Дагестанского центра медицины «Катастроф» и на третьей строчке расположилась команда «Каспийска». Все победители и призеры получили денежные премии и дипломы от профсоюза работников здравоохранения Дагестана. Ожидал штрафа, вручили автокресло. Фонд «Инсан» запустили акцию «Неделя безопасности». В рамках мероприятия автовладельцам, которые перевозили маленьких пассажиров без детского кресла, вместо составления протокола дарили необходимый инвентарь. Водители поблагодарили за приятные сюрпризы и пообещали в дальнейшем исправиться. «Я думал, мне уже сейчас расшрафуют. Сегодня не тот случай. А дальше штрафуют. Сегодня мы кресла дарим. Одну с этой стороны поставьте, пожалуйста». «Конечно, детское кресло не нужно. Спасибо вам, что вы помогаете. Я стараюсь всегда. Кресло будете в дальнейшем оставлять души?» «Да, конечно». «Спасибо, что существует такое мероприятие, как это фонд «Инсан», что помогаете людям, оказываете помощь, когда нужный момент, подходите, в первую очередь. «Ан, спасибо большое». «Благотворительную, очень хорошее дело». «Я всегда и сам поддерживал, сам и одобряю то, что он сам делает это. Очень много людям помогает, приносит благо, дает, чтобы он развивался и все больше и больше приносил благо людям». Выставка реликвий пророка «Мир ему и благословение» пройдет в селении Куруш Хасавюртовского района с 22 по 25 сентября. В этот же день реликвии доставят в поселок Шамиль-Кала, где уже сейчас активно готовятся к предстоящему событию. Местные жители убирают улицы, приводят в порядок тротуары и скверы. Им активно помогают и гости из соседних сел, которые приехали и с нетерпением ждут начала выставки. «Альхамдуллах, у нас проходят масштабные работы по подготовке к реликвиям пророка Мухаммада. С 25 по 28 сентября у нас в поселке Шамиль-Кала Унсикольского района будут выставки соштенных реликвий пророка Мухаммада. Ждем каждого из вас в этом благоугодном мероприятии. Пусть священный Аллах наделит нас шафаата нашего любимого пророка Мухаммада. Ждем вас». И в завершении немного о спорте. Борца Абдурашида Саадулаева прооперируют в Москве. Информацию о госпитализации двухкратного олимпийского чемпиона сообщили в команде спортсмена. Сейчас Абдурашид в столице, завтра ему предстоит сложная операция. Об этом рассказал источник ННТ в окружении титулованного вольника. Напомним, что Саадулаев был вынужден сняться с чемпионата мира в Белграде из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова